Всем привет! С вами вновь Андрей Лов и давайте что-нибудь поделаем в фотошопе. Сегодня будет ролик, который посвящен конкурсу, опять же посвящен логотипу. Если помните, у меня уже был один ролик, я делал логотип для конкурса для компании Xeon. И вот меня выделили, мне скинули несколько роликов, где, собственно, руководитель этого проекта выделил мой логотип, сказал, что ему понравилось. И я подумал, почему бы еще один ролик не записать. То есть я в любом случае хотел бы викторизовать один из вариантов, который уже эскизировал. Решил также сделать видео, почему бы не показать какие-то другие нюансы, какой-то еще логотип сделать, чтобы, может быть, он вам понравится, не понравится. В общем, сейчас обсудим. Стал я смотреть вещи, которые нарисовал, плюс я там еще парочку заходов сделал, еще сделал пару эскизов. Но мне очень понравился один вариант, который я сначала его викторизовал, а потом я там еще одну идею придумал. В общем, сейчас я вам ее покажу. Вроде как я сначала говорил, что вот этот я буду рисовать логотип, где с кнопочкой включить. Но когда я стал рассматривать этот вот лист, я, получается, его когда рисовал там 3 недели назад, 3-4 недели назад, мне вот этот очень вариант понравился. Вот этот вот вариант Xeon. И там есть еще один момент, который мы сейчас с вами нарисуем. Поэтому мы выделяем с вами наш этот, собственно, эскиз и копируем на отдельный слой. Скопировали. Далее по него просто слой белый, заливочку делаем, Ctrl-T, увеличиваем, ну и выравниваем. То есть выравниваем таким образом, чтобы у нас приблизительно они все буквы шли по горизонтали. То есть сейчас мы, конечно, будем все отправить, то есть как-то идеализировать и удаляем направляющие. Здесь мы с вами также уменьшаем непрозрачный слой, получаем только буквки. Мне больше всего понравилось, что это вот знак, это буква Z. Я ее сегодня еще несколько раз порисовал. То есть вот эта вот идея с двумя как бы полуокружностями, между которыми есть пересечения. Мне этот знак очень понравился. Давайте мы его сейчас с вами нарисуем. Вообще, если тут посмотреть, то на самом деле это не есть окружность. То есть вот если мы сейчас Ctrl-T сделаем к обычному шару и как-то его подвигаем, мы увидим, что здесь все-таки не окружность, а фактически как два эллипса. То есть вот здесь один эллипс и второй. И давайте мы так с вами это и сделаем. Мне бы же можно проще сделать, то есть вот видите, сразу подобрать радиус. Вот такой вот радиус получился, видите? И вот эту часть, вот она теперь совпадает с реферем, мы теперь просто вычитаем. То есть мы берем свойство вычесть прямоугольник и вычитаем. Вот получили точки. Самое главное, чтобы они лежали, получается, у нас на одной линии. И теперь упрощаем наш контур, объединить компоненты фигуры. Вот мы упростили, собственно, до нашего такой вот окружности, усеченной. Теперь мы ставим здесь плюсик и просто-напросто разъединяем. То есть у нас получается только часть сегмента. Нам была нужна только верхняя часть для того, чтобы нам удалить нижнюю. Поставили плюсик, выделили и клавиши Delete, Del на клавиатуре. Delete. Я болею за торпеда украинская. Как эта команда в Украине, наверное, играет. Так вот, нам нужна только верхняя часть. И теперь мы должны продублировать и отзеркалить. То есть мы зажимаем с вами клавишу Alt-Shift и ведем, собственно, вверх. Видите, мы получаем с вами дубликат нашей дуги. Ctrl-T отражаем по вертикали. И, собственно, ведем ниже. То есть ведем ниже до того уровня, где нам нужно. И вот тут очень удобно. Мы теперь можем с вами играться. То есть выделять просто и двигать вверх-вниз. Ну и теперь давайте с вами просто это выделим. Вот у нас на одном слое находятся эти как бы две дуги. И можем теперь просто-напросто их соединить. Вот мы с вами соединили и получили какой-то такой вот интересный знак. Далее мы теперь можем сдать им обводку. Ну, давайте приначале сдадим обводку 10. Сделаем, чтобы у нас концы пусть будут тупыми, а углы пусть будут скругленными. Вот таким образом получили. Здесь можно теперь поиграться. То есть поиграться с шириной обводки. Можно поставить 15. Можно поставить 12. Даже может быть меньше поставить 10. Давайте пока вот так предварительно поставим. Ну и раз уж мы сделали скругление, можно поставить, чтобы кончики заканчивались у нас скругленными. Вот такой вот знак интересный получается. И мне вот этот очень нравится. То есть это как бы опять же и n получается, мы ее перевернем. Ну и в принципе мне нравятся вот эти вот как бы сегменты. Тут другое дело. Получается, нет, все видите, все одинаково. Ну, в принципе красиво. Мне нравится. Давайте посмотрим, как это дальше будет смотреться. Теперь нам нужно нарисовать букву i. Вот тут букву i мы рисуем просто уже теперь. Мы берем атрибуты фигуры с буквой z, копируем атрибуты фигуры, делаем пустой слой и просто через shift, то есть кликаем один раз на векторным пером и через shift ставим вторую точку ниже, чтобы они у нас были четко на вертикали. Правая кнопка мыши и встать атрибуты фигуры. Вот мы получили с вами букву i. Вот какая величина здесь буквы i, но очевидно, что ее надо поставить по идее, прям по букве z. То есть мы можем с вами поставить верхнюю часть сегмент, ну а нижнюю просто через ctrl-t. Ctrl-t мы можем просто подвинуть ниже. Вот таким вот образом. Вот мы получили с вами i. Ну и предварительно мы его как-то так вот с вами ставим. Вроде пока нравится. Дальше буква O. Тут буква O такая очень интересная. Она тоже получается из этих вот дуг и между этими дугами есть еще такое мини-скругление. Изначально я это нарисовал, но мне пришла в голову очень интересная идея. И давайте я вам ее покажу. То есть мы с вами букву N, разумеется, мы ее с вами будем рисовать из буквы z. То есть ctrl-t мы можем просто повернуть на 90 градусов. Вот мы получаем с вами вот такую вот букву N. Вот такой вот интересный знак. Собственно, вот в окружности у нас и получается буква O, которую я хотел нарисовать. Кстати, такой получается как знак вроде люди икс, что-то в таком духе у них было. Вот это букву N. А вот вокруг нее я хочу как раз нарисовать окружность. У нас вот эта вот буква N имеет центр. То есть когда мы жмем ctrl-t, у нас появляется центр фигуры. Ну, нужно просто поставить направляющий таким вот образом. Только букву N нам не нужно двигать. Мы можем поставить свои направляющие и увидеть, что вот они у нас находятся. Теперь берем с вами инструмент ellipse, пустой слой, через shift рисуем. Идеально вот такой вот круг, правая кнопка мыши, вставить атрибут фигуры. Вот мы с вами получили окружность. Ctrl-t и ставим по центру. И вот здесь, ну, как раз мы с вами можем поиграть. Тут единственное, что, наверное, пока нужно. Хотя нет, можно не убирать. Давайте Ctrl-H уберем. Вот у нас получается такой интересный знак. То есть у нас получается буква N, которая вписана O. Ну, я думаю, все прекрасно видите. Здесь можно поиграть со расстояния, но, в принципе, такое мне нравится. Можно как-то более тесно попробовать сделать. Ну, тесно мне не нравится, слишком широко тоже. Ну, какая-то такая вот величина. Ну, вот мы с вами выбрали, в принципе, ну, нормально, удалить, смотрится хорошо. Ну, и опять же, это вот игра с буквой N, Z, когда мы крутим головой, мне она очень нравится. И теперь мы с вами букву I можем как-то подправить. И можно даже букву Z удалить, попробовать сделать расстояние значительно больше. То есть тут получается как такое сочетание. У нас это как бы кнопка такая получается. И тут тоже у нас зашифрована буква N и Z. Другое дело, что можно задать вопросом, а насколько здесь у нас читается название Xeon? Ну, в принципе, читается. Можно попробовать как вариант сделать такую еще вещь интересную. Можно попробовать эту букву O разъединить где-то в какой-то части. Ну, известно, что мне это чем идея не нравится. Если мы ее разъединим, у нас, очевидно, пропадет букву O. То есть мы можем на букве O поставить вот здесь плюсики по направляющим. Собственно, верхнюю точку можем удалить. Вот таким вот образом. Ctrl-H и посмотреть, как это будет смотреться. Ну вот, я не знаю, нравится им или нет. Нет, не очень нравится, на самом деле. Также и внизу можно сделать такие полудуги, получить, которые будут как бы совпадать с буквой N. Хотя они не очень совпадают. Мы же с вами уже поняли, что здесь у нас не окружности. Опять же, кстати, если мы хотим попробовать попасть именно в ту же геометрию, то мы можем просто Ctrl-T и попробовать сдвинуть. То есть, видите, получить такой эллипс. Ну и, соответственно, они у нас будут как бы параллельные. Но мне вот это очень не нравится. То есть я бы уж хотел тогда сделать идеальный круг. Тут теперь еще чем удобно такое построение логотипа, когда мы с вами делаем через обводки, мы всегда эти обводки можем с вами менять как хотим. Давайте букву O как-то поставим по центру. Ну, в целом, удаление мне нравится. И вот теперь мы можем с вами выделить все три слоя. И, например, первый загнать в папку номер 1. Давайте это сделаем. Ну, здесь давайте уже мы теперь, наоборот, сделаем инверсию. Как-то более красиво, наверное, будет смотреться. Поставим с вами какой-нибудь такой черный. А как раз в папочку 1 мы поставим цвет, ну, пусть какой-нибудь такой вот матовый, такой небольшой серый. Хорошее такое сочетание. Здесь у нас, получается, через Alt мы дублируем папку. И вот здесь давайте попробуем поиграть с шириной. То есть мы заходим с вами в папочку, выделяем все слои и ставим, например, ширину. Давайте поставим больше, 15 ширину можем поставить. Вот очень удобно. То есть, получается, мы можем смотреть, насколько это визуально нам нравится или не нравится. Можем поставить ширину, например, меньше. Можем поставить 8. Ну, тоже, в принципе, неплохо смотрится. Можем попробовать вообще что-то тонкое сделать. Попробуем поставить 6. Ну, вот тоже, знаете, в этом есть смысл. Опять же, на долине в мелком кегеле, конечно, все-таки теряется. Хотя, в целом, неплохо. Ну, пробуем, давайте. А если прям очень широкую сделать, 20? Ну, вот это уж прям как-то перебор. В этом какая-то мультяшность листика есть. На самом деле, не верхний вариант нравится. Мне кажется, оптимальный. Хотя, можно попробовать ставить 12. В общем, тут мы играемся. Опять же, тут задача, как я уже объяснял, мы рисуем превью логотипа. Мы сейчас не смотрим какие-то тонкости и нюансы. Потому что не факт, что сама геометрия понравится заказчику. Но если понравится, дальше уже все можно доработать. Конечно, на фрилансе, когда вы готовите логотип, хотите его сдавать, там, наверное, имеет смысл. Если вы точно вот себе уверены, что вам этот логотип нравится, имеет смысл его до конца довести. Но если вы делаете что-то на конкурс, то вполне возможно, имеет ли как раз и мне сделать большее количество логотипов по какой-то разной идее. Потому что все-таки, наверное, на этапе выбора скорее больше ориентируется на идею, нежели на техническую реализацию. Вот лично я так считаю, потому что очень-очень много людей выкладывают логотипы. Как правило, количество логотипов не ограничено. И поэтому, чем больше вы предложите идей, пусть даже с неидеальной технической реализацией, тем больше вероятность, что за ваш логотип зацепится. Либо же можно пойти по другому пути. То есть разработать один сильный логотип, прям вообще в него вложить, там, не знаю, там, пять часов времени. И вот быть уверенным, что это максимум, что вы могли сделать в рамках текущей задачи. То есть какой из этих вариантов вам принимать? Ну, решайте сами. Я попробовал тот и тот на вашем месте. На тому же решите. Ну и давайте теперь мы с вами загоним его в макапчик. Собственно, вот он макап. Загоняем сюда наш логотип. Где он у нас тут? Вот он, цифра 1. Перемещаем. Вот у нас получился. Единственное, что видите, у нас здесь получился, что логотип у нас маленький. Для этого мы преобразовываем его в смарт-объект. Заходим в смарт-объект. Идем изображение. Размер изображения здесь обязательно с ресамплингом. То есть увеличиваем у нас в пиксель 1500. То есть мы, получается, увеличиваем логотип, сохраняя пропорции по ширине обводки. Сохраняем. Сохраните. Вот у нас получился значительно больше логотипа именно в макапе. Ctrl-S. И теперь у нас получается изменения в макапе у нас проявились. Далее изображение, размер изображения. И уменьшаем там до 1200 пикселей. Вот мы получили с вами логотип. Давайте мы его посмотрим. В целом не нравится. Очень смотрится неплохо. Вот этот знак ZN смотрится оригинально. Почему нет? Причем в такой стилистике со скругленными концами. Вполне себе очень даже не дурно смотрится. Ctrl-Alt-Shift-S. Сохраняем это на рабочий стол в виде JPEG. Сохранить рабочий стол. Золото. JPEG. Идем теперь на наш сайт. То есть сайт, где, собственно, проходит весь этот розыгрыш. Xeon Business. Здесь у меня уже есть мой аккаунт. И мы можем сделать публикацию. Давайте зайдем в публикацию. И что-нибудь загрузим. Напишем, что заголовок. Какой получается третий логотип. Да, я два публиковал в первом ролике. Значит, логотип 3. На конкурс. Здесь у нас, получается, нужно нам что-то добавить в медиафайл. Вот как раз логотипы, которые в прошлом ролике я разрабатывал. И здесь мы загружаем файлы. Выбираем файлик наш. Вот он, получается, загружается. И вставить страницу. Мы его добавили. Жмем предпросмотр. Все у нас все верно. Нам все нравится. Жмем публиковать. Все мы опубликовали. Ну и будем надеяться, что вполне возможно данный логотип понравится заказчику. Хотя, если выбирать с первым, который я нарисовал. Мне, конечно, первый прям очень нравится. И, ну, вот этот вариант. Где у нас тут эскиз, который я рисовал. Вот этот вариант, который мы векторизовали в первом ролике. Мне, конечно, он очень сильно нравится. Но вот от этой идеи тоже решил отказаться. Все-таки, наверное, как-то очень банально. Если это будет с включением и выключением. А вот этот вот знак почему нет. Смотрится вполне себе неплохо. Пусть будет. Посмотрим, что на это скажет заказчик. Поэтому, я так понимаю, конкурс уже заканчивается 8 марта. И не так много времени осталось. Мы узнаем победителя. Я сделал, получается, три логотипа. Посмотрим. То есть, в принципе, мой логотип уже выделили, оценили. И да, уже как бы можно сказать, что результат достигнут. Заказчик это оценил. Ну, таким образом можно быстро какие-то идеи реализовывать. Быстро эскизировать. Быстро эффектаризовать. Преобразовывать в какие-то макапы. И выкладывать. И еще раз запомните, что есть два этапа, как бы два момента, как вы можете проектировать логотип. И первое, вы серьезно выдумываете один вариант и его прям до конца доводите до идеала. Это на самом деле правильное решение, когда вы уже прям уверены в себе. Второй вариант. Если все-таки не уверены, то делайте просто большее количество идей, то есть эскизов. И просто их вот быстро как-то технически эвакторизуйте. И даже, может быть, не эвакторизовать. Вы можете в растрии первоначально нарисовать. Главное, чтобы клиент мог понять вашу идею, оценить это визуально. И скидывайте. Если, например, в конкурсе можно разместить 10 логотипов, разместите 10. И вы же никогда не знаете, что понравится заказчику. Зачастую тот логотип, который вам кажется самым крутым, он заказчик может быть оценен на 3, на 4 из 10. А на какой-нибудь ерундовой, ну, правда, жизнью, опять же, давайте начнем. Вот в дизайне почему-то так устроено, вы показываете клиенту 3 варианта, из них 2 бредовых, один хороший, ну, вы так считаете. Он выбирает бредовый. Ну, вот, и вы им объясняете, он говорит, нет, я его хочу, дорабатываю, я тебе деньги заплачу. Вы его дорабатываете, вам платят деньги, вы сидите как бы растерянный, потому что вы думали, что вот этот вариант будет, а на самом деле казался другой. У меня это сплошь и рядом, что на фрилансе, ну, в основном, работать не так часто это случается. Ну, вот так. Поэтому тут же вопрос не только сделать крутой логотип, но и чтобы вы выиграли, деньги заработали. Поэтому имеет смысл, вполне возможно, на конкурсах идти именно по этой логике. То есть по логике вы делаете большее количество работ, пусть даже некоторые химийные, но вы можете попасть в чувство вкуса и выжидания заказчика клиента, и вы выиграете. И не важно, что все вам напишут, что логотип плохой, но заказчик будет счастлив. Это вот такая правда жизни. Мы рисуем не для себя, не для дизайн-сообщества, не для арт-директоров, мы рисуем для заказчиков. Если заказчик, как ребенок, потом скачет от радости, значит вы сделали для него, я подчеркиваю, только для него хороший дизайн, он будет рад. Я надеюсь, вам этот ролик был полезен, вам понравился. Если хотите этот ролик обсудить, написать какой-то комментарий, то заходите в группу, там все будет обсуждение к этому ролику. На выходные у нас уже стартует курс по веб-дизайну. Думаю, будет интересно. А на сегодня это все. С вами Бан Рилов. Всем пока. С вами Бан Рилов.